Добрый вечер, в эфире программа СТВ+. Я, Павел Овчинников, с удовольствием представляю гостя сегодняшней нашей студии. Это Валерий Николаевич Сенцов, руководитель рабочей группы социальной справедливости Общероссийского народного фронта по Самарской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Николаевич, настроение у меня позитивное, несмотря на то, что вопрос серьезный. Надеюсь, вы на них успеете за этот короткий промежуток времени ответить. Итак, Валерий Николаевич, прошел итоговый форум Общероссийского народного фронта, послание президента. Что бы вы хотели выделить наиболее важное, по вашему мнению, из этих событий? Из этих событий я бы выделил важное, что и итоговый форум, и послание президента – основной акцент уже на внутреннюю политику. Впервые это еще прозвучало и на форуме Южкоролев, в котором я тоже участвовал в апреле, когда президенту на пленарном заседании был задан вопрос, а как мы будем бороться с санкциями, с различными вызовами мировые, так сказать. Президент сказал о том, что если у нас внутри страны будет все хорошо, мы тогда со всеми проблемами справимся. То есть тогда впервые президент сказал о том, что главное внутри страны. И в послании президента и итоговый форум Народного фронта говорил именно в основном о внутренних проблемах, о путях их решений. Вот это мне необходимо было и выделить. То есть если говорить о внешней политике, то внешняя политика – все. Россия теперь уже мировая держава, об этом говорят и наши, так сказать, скажем, как их партнерами называют. Коллеги, партнеры, сейчас политика все время ищет слово, как назвать. По крайней мере, они это уже признают, и Россия действительно заняла свое место, которое ей полагается и по праву, и по истории, и по многим другим позициям. И теперь необходимо заниматься внутренними проблемами, на что анкцент делает и президент Российской Федерации, и в послании, и на форуме. Если выделять эти проблемы, то, естественно, на том же итоговом форуме действий – это и здравоохранение, и образование. Опять же, возвращаясь к Кишкороле, когда президенту сказали о том, что ученика уже нельзя заставить в школе вытирать доску, можно привлечь нарушение прав ребенка, он тогда искренне сказал – не может быть. И вот после этого уже вы видите, что меняется понятие образования, что это не услуга. Образование – это и воспитание, в том числе одновременно необходимо это рассматривать. И новые министры образования, сейчас уже его действия, как говорится, мы их оценим положительно. И я вот именно хотел обратить внимание, что именно акцент на внутреннюю политику, естественной экономикой, естественной борьбой с коррупцией, естественной здравоохранением – проблем у нас много. Но и много у нас толчков для развития. Я хотел бы отметить о том, что президент называл эти точки роста, кто их послание внимательно смотрел и читал, это знает. Но мне хотелось бы отметить еще на то, как сложно решаются проблемы. Вот в Москве, когда был итоговый форум Народного фронта, лидер нашего общероссийского Народного фронта, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о том, что, когда вопрос был затронут о экологии, свалке, и он сказал о том, что ему лично пришлось вмешаться в вопрос «Подмосковье» – это было свалок, что он дал указание использовать национальную гвардию, потому что региональные власти не могли решить эту проблему. То есть здесь и коррупция, и преступность. Я уверен, что теперь, когда мешался и президент, когда были даны соответствующие поручения, это будет повсеместно, по всей стране этот вопрос будет решаться. Этот вопрос и экологии, и в том числе президент отметил, что сейчас в платежке ЖКХ отдельно вывоз мусора, отходов. Именно с социальной стороны этот вопрос в обязательном порядке будет усилен контроль, и он будет решаться. И вот такие вот многие вопросы, которые непосредственно были рассматриваны, но, опять же, отмечу, внутреннее положение России. На это нацеливает президент, всю страну, в том числе и Российский народный фронт. Ясно. Я задам вопрос, который, может быть, неожиданно вам покажется, но стараюсь, пользуясь случаем, задавать его общественным деятелям, политикам, потому что очень любопытно, простите. Прошли выборы президента США, выбрали Дональда Трампа, все мы теперь уже выучили, даже те, кто не знал фамилию, имя, теперь все ее знают. Человек достаточно своеобразный, интересный по-своему, по-своему такой популярный, давно еще задолго до выборов и так далее, и так далее. Миллиардер, все, что хотите. А вот как, по вашему мнению, это повлияет теперь на взаимоотношения с Россией? Очень разные толкования по этому поводу. Я бы, знаете, как посмотрел на этот вопрос. В 90-е годы, когда прекратил свою деятельность Советский Союз, к сожалению, когда был двуполярный мир, когда полмира содержала Америка, ну, образно говоря, полмира Советский Союз. Там социализм, то есть как бы борьба идеологии была. Фактически мы понимаем, что это не была борьба идеологии, это была борьба, как говорится, двух крупных мировых держав. Когда закончилось действие Советского Союза, то наши, опять же, заклятые друзья решили, что все, мир принадлежит им, что они однополярно будут управлять этим миром. И это напрямую говорилось, даже Обама говорил, что это наша позиция, мы отвечаем за весь мир и так далее. Если говорить о новом президенте, то бы я не сказал, что он там лучше или хуже относится к России. Я думаю, что он более прагматично, как бизнесмен, относится к тому, что Америка не сможет содержать мир. Она не сможет постоянно там войны делать, в другом месте войны поддерживать, там революции, на Украину, там везде, везде, то есть, как по-русски говорят, с каждой бочки затычки. На это необходимо множество денежных средств. Экономика в Соединенных Штатах тоже там очень большой, крупный долг. И вот Трамп, понимая это, и также, скажем так, направление развития, что глобализация – это очень дорогое удовольствие. И какой смысл тратить на НАТО полностью, чтобы там вмешиваться Латвии, Литве, Прибалтика, Украина и так далее. Зачем? Это невыгодно. Я с этих позиций вижу, что будет обязательно изменение. Даже тот же Трамп уже уходит от глобализации. То есть раньше что такое глобализация? Да все равно, где находится производство. По всему миру, потому что мы управляемся миром. Сейчас же Трамп говорит, что производство должно возвращаться в Америку. То есть это не от того, что они этого не хотят, они просто это не смогут сделать. Но и самое главное, что Россия всему миру показала, что мир должен быть многополярный, что не удалась та система, что вот так, как биокотле все сварится, и получится какой-то универсальный человек. Да и кому нужен такой универсальный человек, которым пропагандируются, я сказал, там одноболые браки и многое другое. Что права человека это превыше всего. И даже когда обсуждают преступления против несовершеннолетних, говорят, что вот, мол, права человека, мол, он такой особый. Понимаете, до чего доходит? Совершенно это не принимает, я думаю, более половины мира. И с другой стороны, с моей точки зрения, созданы искусственные две точки хаоса. С одной стороны, вот, как мы говорим, вот это развращенное, так сказать, направление, что там всякие там однополые браки и так далее, а другое, наоборот, терроризм. И вот эти две точки управляемого хаоса создали такое положение мирового развития в мире. Я верю, что слова Бердяева, который говорил о том, что духовность России спасет весь мир, когда будет конец света. Он имел в виду конец света, это не то, что там катаклизмы, а вот именно общественное развитие. И именно духовность России будет той путеводной звездой для нового развития всего мирового сообщества. Я в это верю. Вы произнесли слово «сочетание Советский Союз», и еще произнесли слово «к сожалению». Да, завершился, развалился там как угодно. В связи с чем у меня вдруг неожиданно возник такой вопрос. А вот в следующем году мы преодолеваем интересный и неоднозначный исторический рубеж, на мой взгляд. Я говорю о столетии, столетии Октябрьской революции. Вот и дожили называется, да? Как вы к этому относитесь? Во-первых, это история. Это не только наша история. Это общемировая история. Потому что Октябрьская революция повлияла на все развитие всего мира. Просто приведу один пример. В 1918 году молодой Советской республике был принят Кодекс законов о труде. То есть защита, именно, скажем так, социальная защита трудового права. Защищать слабую сторону в трудовых отношениях. И только лишь после этого, после революции, после принятия Кодекса законов о труде 1918 года, в 1919 году была создана Международная организация труда, которая так и говорила, чтобы предотвратить социальные такие негативные явления, как там восстание, бунты и так далее, для того, чтобы защищать именно наемного работника, создается Международная организация труда. То есть именно революция повлияла на развитие всего мирового человечества. И если сейчас мы возьмем некоторые страны, хотя они не называют себя, что мы построили социализм, но все те заветы, все те наработки, они уже используются во многих странах. Поэтому Октябрьская революция это историческое событие. Это историческое событие, с одной стороны, оно должно восприниматься как история, но с другой стороны, в обязательном порядке необходимо делать анализ этого события. А почему это стало допустимым? Почему именно по такому революционному пути, не то что революционному пути положительного изменения, которое привело к гражданской войне, стало возможным? Как этого не допустить впредь? То есть необходимо исходить из своей истории. И вот уже, насколько я сказал, уже другие страны, они сделали уже выводы из этого, как этого не допускать. И естественно, для нашей страны это тоже очень важно. Это очень важно для того, чтобы наша страна, пускай, если она и развивается революционным путем, но чтобы эта революция была научно-технологическая, или там, например, сверху изменили механизм государственного аппарата, она была более эффективна, и за это я радую, за такие революции. Хорошо, тогда на ваш взгляд, насколько важно сохранить это, в принципе, историческое наследие. В первую очередь, конечно, я же говорю о Самаре, ведь мы тут живем с вами, у нас чуть больше трех минут до конца эфира. Я хочу сказать, что мы богаты историческим наследием. Когда приезжал специалист из Казани, чтобы сделать охранное обязательство Дворец культуры на площади Кирова, она ходила и восхищалась, как у вас много исторического наследия, как хорошо, что еще у вас оно не уничтожено. Сохраните, то есть человек со стороны приехал, сохраните, сохраните, это у вас туристическая мека будет. Если говорить про турист, президент на итоговом форуме также говорил, что у нас огромнейший потенциал туристического развития. Именно с этих позиций, с позиции президента, развитие туристического потенциала России необходимо сохранять наше наследие. Именно, когда даже в Самаре есть такое понятие, в город, то есть Пизымянка, Куйбышский район, Красноглинский, поеду в город, это значит, поедем туда, в историческую часть города. Вот это понятие город, историческое, необходимо сохранить и приумножать. И это, в принципе, хорошо, что у нас и чемпионат мира по футболу, сейчас уже видим, что это будет возрождаться, будет реставрация. Но главное, не допускать уничтожения тех существующих памятников, их необходимо реставрировать. И куда мы гостей ведем? На набережную и в центр. Потому что это особенность нашего города. Необходимо это сохранять в обязательном порядке. Хотелось бы не только туда, но, к сожалению, в других местах все очень прозаично как-то. Ну, я так корректно, да? Валерий Николаевич, вы руководитель двух очень известных в Самаре дворцов культуры. Это, в принципе, не секрет. Я говорю о дворце на площади Микирова и дворце культуры нефтяников. Чем они сегодня живут? Они действительно живут. Я с радостью хочу сказать, что дворец культуры нефтяник, которому в 2015 году исполнилось 60 лет, капитальный ремонт, благодаря Роснефти, благодаря губернатору, заключено соглашение и капитальный ремонт проходит. На следующем году мы его закончим. Поручение губернатора по дворцу на площади Кирова тоже уже есть, проработать вопрос капитального ремонта, реставрации. И уверен, что мы получим второе дыхание, потому что 55 лет в этом году дворцу на площади имени Кирова. Коллективов у нас очень много, более 27 коллективов. Там у нас два направления деятельности. Это самодеятельность художественная, где занимается более 2000 детей и взрослых. А второе – это концертные площадки. Если говорить о концертной площадке, то она у нас тоже не пустует. Вот хотелось бы, используя возможность, пригласить на концерт 9 декабря в 19.00 Сергея Маховиков, известный артист, автор, исполнитель песен, вы его все знаете. И, конечно же, Новый год у нас. Зима пришла уже. В декабре у нас, начиная с 23 декабря, у нас будут детские мероприятия. Они стоят у нас из двух частей. Это подъелочная, так называемая, часть, где будут и ростовые куклы, и многое другое. И будет детская сказка, очень интересная, где, опять же, будет борьба добро и зло, будет ли Новый год. У нас там есть герои, которые есть, и сказочные герои, которые помогают Маше и Саше. Есть герои, которые наоборот, Каще и многое другое. Поэтому, уважаемые родители, приводите своих детей, внуков, посмотрите, это прекрасное мероприятие, которое у нас начнется с 23 декабря. И еще раз приглашаю 9 декабря в 19.00 на творческий вечер прекрасного артиста, певца, режиссера Сергея Маховикова. Вы получите большое удовольствие. Мы это мероприятие посвящаем 55-летию Дворца культуры на площади Кирова. 9 декабря в ДК на площади имени Кирова в 19.00 творческий вечер Сергея Маховикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова